СОРОВА Федор, прежде чем мы начнем разговор о Федерации, представителем которой вы являетесь, расскажите, как вы пришли к рыбной ловле, и она заняла, я так понимаю, заметное место в вашей жизни? Ну, в общем, да, на самом деле рыбной ловлей я занялся еще в Питере, мы тогда жили в Санкт-Петербурге, в чудном городе, и как-то вот нас так заразили, ребята знакомые поехали, 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 и вот оно сначала стало увлечением, потом стало интересом, потом решили нас, значит, с супругой докопаться, почему же она в одном месте ловится, в другом не ловится, тогда ловится, тогда нет, и как бы потихонечку вот в это все начали окунаться, оказалось, это огромный пласт, очень интересный пласт, и, в общем-то, сейчас мы по большому счету пришли уже с ней к тому, что мы рыбу даже не забираем, если нам нужна рыба поесть, мы идем в магазин и ее покупаем, вот, а вот перехитрить ее, поймать, найти, приманить на водоеме, то есть, вот, некий такой элемент охоты, некий элемент, скажем так, рейса такого, да, прямо битвы умов, да, да, вот, вот это, да, это интересно. А какая рыба самая хитрая, коварная, тяжело ловимая, из тех, что есть в России? Из тех, что есть в России, ну, вообще, в принципе, тяжелее ловить хищную рыбу, всегда, потому что... Она сама охотник, она сама в засаде, она, как бы, сама выслеживает, сама прячется, мерная рыба ее больше, но, с другой стороны, она более капризная, то есть, как бы, ее нужно суметь приманить, приводить, но, как бы, если это сумеешь сделать, то ты ее уже будешь ловить стабильно и без проблем. Федор, давайте вернемся к федерации, это вы были инициатором ее создания или она существовала до вас? Нет, мы собрали инициативную группу в шестнадцатом году, то есть, нам в этом году будет уже три года, и просто решили объединить людей по интересам, то есть, как бы, изначально, ну, кто зачем шел в федерацию, то есть, кому-то нужен был клуб, кому-то нужен был обмен информацией. Рыбная ловля, как вещь довольно массовая, она, в свою очередь, всегда порождает некое соревнование. А вот сосед поймал больше, а вот я вот перехитрил рыбу больше и так далее. Соответственно, как бы, это прямой посыл для того, чтобы организовать в этой области именно спортивное состязание. То есть, чтобы все это причесать, легализовать официально, по правилам, чтобы все были в одинаковых условиях, и дальше уже проверяются возможности спортсмена. И вот в прошлом году мы открыли детскую секцию. При федерации, то есть, она абсолютно бесплатная, то есть, мы денег с детей не берем. Более того, политика федерации всех рыболовных, начиная с России и дальше всех региональных, что все детские мероприятия идут без взносов. Что нужно сделать, чтобы ребенку записать? С какого возраста и есть ли девчонки-рыбаки? Значит, возраст сразу по опыту. То есть, вот у нас возраст сейчас участников, детей в секции от 6 и до 17 лет. Почти весь спектр, да? Да, то есть, весь спектр. Основное, скажем так, основное количество ребятишек, конечно, это возраст где-то 10-12, но они самые любопытные, то есть, им это интересно. Девочка у нас одна, Маша, ходила летом, то есть, зимой родители сказали, мы на зиму не готовы, в том плане, что они боятся просто, ну, уже говорил, температурный режим, да, то есть, тут вообще никаких проблем, никого насильно никуда не тянем. Вот, если родители готовы, если они готовы обеспечить ребенку определенный температурный комфорт, скажем так, остальное, мы их научим и предоставим. Вот, как я уже говорил, секция у нас бесплатная, это вопрос принципиальный, потому что я знаю, что у нас существует множество платных секций в городе спортивных, но здесь вопрос именно популяризации и бережного отношения к природе, прежде всего. А как записать ребенка? Значит, можно позвонить по телефону мне, у меня телефон доступен, написан как бы и ВКонтакте, у нас есть сайт у Федерации, там тоже мои контакты все есть. Все руководители секций, так или иначе, наших по разным дисциплинам, они все равно приходят, все равно с ребятишками занимаются, чему-то обучают, чего-то рассказывают. То есть мы стараемся дать ребятишкам максимальной стартой. Это энтузиасты, да? Сами зарядные рыбаки, которые после работы идут и с ребятами... Да, 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 все в таком ключе. Скажем так, единственная боль у нас, скажем так, уже сколько вот, год, ну, точнее уже два. То есть секции мы временели целый год, мы ждали помещение, нам обещали помещение. От города. Ну, скажем так, помещение мы так и не дождались. И, в общем, мы решили начинать без него. Своими силами там где-то договариваемся. Вот тот год нам предоставляли, скажем так, на бесплатной основе помещение. В этом году пока нет. Будем искать. На природе пока занимаетесь? Ну, пока на природе, но на природе, понимаете, на природе всего не объяснишь. То есть это же куча информационного материала. А учебный класс нужен, чтобы слайды показать? Да, мы нужен учебный класс, потому что это и слайды, это нужна доска обязательно, потому что очень много пишем. То есть у нас ребятишки за лето, за два месяца занятий списали по 48-листовой тетради. То есть это и схемы, это и материал, это и информация, все равно как бы пытаемся дублировать. Сейчас, может быть, вот сейчас один из наших председателей секции, фидерный, предложил такой вариант, может быть, это будет видео уроки. То есть, как бы, поскольку помещений нет, ребятишек собирать негде, с интернетом более-менее все дружат, может быть, в таком ключе. Но без помещения все равно плохо, потому что весь, скажем так, наш рыболовный скарп все равно хранится, получается, у него в гараже. Это каждый раз нужно его куда-то таскать, каждый раз. И опять же, на природе, понимаете, в чем минус? А не покажешь именно саму вязку снастей. Если мы в помещении доставим аквариум, навязали, буквально на пальцах, без ветра, в нормальном освещении, показали, как вяжется, все схемы нарисовали, написали, то на природе это сделается важно. Это вы имеете в виду, как крючок повесить? Да, то есть крючок, монтажи, всякие монтажи, то есть насадка крючка. Да, то есть, например, ребятишки говорят, мы пойдем ловить на червя. Я говорю, хорошо, как вы будете его вешать? Он говорит, ну, как обычно. Я говорю, а вы знаете, что существует? Восемь видов насадки червя на крючок. А чем они отличаются? Отличаются, скажем так, количество проколов, да, червя, но основная идея вот этих всех разновидностей любой насадки в том, чтобы по-разному анимировать насадку. То есть, как она будет себя в воде вести? Потому что, скажем так, если она там ведет себя платно, на нее клюет одна рыба, если она там дергается, как паралитик, например, да, условно, вот, клюет совершенно другая рыба. И вопрос в том, за какой рыбой мы едем. Федор, давайте поговорим, наверное, о наболевшем, о рыбе в российских водоемах, реках, озерах. Начнем вообще с Сарову. Как у нас с Саровью с рыбой дела обстоят? Плохо. Сразу скажу, с Саровью с рыбой дела обстоят плохо. Более того, у нас плохо обстоят дела с водоемами. Любое изменение уровня воды, оно влечет за собой уход рыбы. Вот, это первый момент. То есть, это, скажем так, момент технологический, индустриальный. Второй момент, это браконьерство. К нам рыбинспекция не въездная. Ну, точнее, как, она въездная, да, но это все очень сложно в связи с режимом. И недобросовестные рыболовы этим пользуются? Да, ну, скажем так, недобросовестным рыболовам, да, стоит помнить, что в случае невозможности выезда рыбнадзора, его функцию у нас исполняет полиция. Одним контролем, я так понимаю, ситуацию не поправить. Естественно. Надо делать какие-то более конкретные дела. Давайте поговорим о зарыблении водоемов, которое должно проводиться после каждой гидротехнических работ, понижения, повышения, любое другое. У нас в Сарове такие вещи имеют место быть? В прошлом году мы выходили на управление капитального строительства, то есть это вот новый мост по улице Захарова. В проекте моста был обязательный отчет по зарыблению водоемов. И это требование закона, не хотелка? Да, это требование закона федерального, причем, то есть любые гидротехнические работы на реках, на водоемах общего пользования, как бы должны влезть за собой компенсацию биоресурсов. Ну, как с озеленением, да? Да, да, то есть абсолютно то же самое. Да, то есть как бы у нас вот вырубают, скажем так, где-то какие-то деревья, у нас администрация, естественно, компенсирует, то есть какие-то деревья высаживают новые. Там, может быть, в этом же месте, в другом месте, это как бы не суть важна. Суть в том, что как бы к водным биоресурсам это относится в равной степени. Вот мы, к сожалению, не успели, да, то есть мы только организовались, и о стройке моста мы узнали уже поздно, и зарубление уже было внесено в общий российский план. То есть это все очень непросто, документы туда подаются за год, и мы не успели, к сожалению, перевести зарубление именно в наши водоемы. То есть по умолчанию у нас все зарубление идет, скажем, в водоем федерального значения, то есть это водохранилище. То есть в данном случае, как бы это было Чебоксарское. Но как бы мотивируется это тем, что там рыба в воспроизводстве, и она потом по рекам поднимется. Но как бы, когда мы звонили в ней природопользование Нижнего Угорода, и говорили, ребят, ну вот вы представьте, да, то есть вы зарубили Чебоксарку. Ну, образно, да, для того, чтобы попасть к нам в город, рыба должна пройти Аку, все, до впадения Мокши, это порядка 300 километров. Она должна пройти Мокшу до впадения Сатис, это еще порядка 200. Потом она должна преодолеть наши барьеры на реке, в Сатисе, и еще пройти сам поселок Сатис, который тоже у нас гремит, скажем так, с тем, на все близлежащие водоемы. И населенные пункты. И только тогда она попадет к нам. После этого ей нужно еще преодолеть нашу платью. То есть, как бы, шансов у нее, ну, один на миллиард, наверное, я бы так сказал. То есть, как бы она, в принципе, за всю свою жизнь оттуда не дойдет. То есть, соответственно, как бы нам пошли на встречу в Нижнем, согласились созвать комиссию экстренную. Да, то есть, приехать в город, оценить водоемы, оценить масштабы. Несмотря на то, что такая оценка проводилась предварительно, естественно. Да, то есть, корректировка именно по взрывлению наших водоемов. Но, к сожалению, мы не успели вот войти в план. И потому что, чтобы внести изменения в план, то есть, это нужно подавать документы в Москву. То есть, ну, как всегда, у нас бюрократический аппарат. Само-то действие вроде простое, да? Само действие простое, да, но оно влечет за собой бумаг. Ну, я вам так скажу. Я лично только писал в разные инстанции порядка 35 писем. Начиная от Москвы и заканчивая, как бы, Нижним Новгородом. Это через Тверь, Ярославль, Рыбинку, Нижний. То есть, там очень сложно. А само по себе взрывление, это что там? Само по себе взрывление представляет из себя довольно простой, как бы, акт. Да, то есть, заранее заказывается рыба на рыбхозе, в любом рыбхозе. Рыбхоз предоставляет эту рыбу в определенных емкостях, бочках. Выдает на нее накладные документы с гарантией, что рыба здорова. Это обязательный факт должен быть. Дальше она приводится на водоем, созывается комиссия из этой бочки. Ну, грубо говоря, строится желоб, и рыба самотек вместе с водой в водоем попадает. То есть, по-моему, у нас в городе приезжает машина, где можно рыбу выпускать? Ну, мы на эту тему тоже много-много думали и совещались, в частности, с тем же вне природопользования, в Нижнем. Самый оптимальный водоем у нас, как это ни странно, это бассейн для зарубления. И, несмотря на то, что у нас по рекам выше стоит протяжка и Филипповские озера, самый оптимальный водоем – это все-таки бассейн, потому что он на виду. Опять же, помню фактор браконьерства. То, что у нас вся протяжка летом опутана с сетями дальний берег, это ни для кого не секрет. Федор, вот смотрите, ну, есть же как бы две крайности, да? Одна – это злостные браконьеры, которые понимают, что они тут прекрасно понимают, что они нарушают закон. И это, ну, если и смущает, то не до такой степени, чтобы отказываться. С другой стороны, есть люди, которым просто рыбалка нравится. Они, наверное, не задумываются, не знают, что есть законы, которые ограничивают то или иное поведение. Давайте поговорим о современных правилах рыбной ловли. Я так понимаю, есть законы, есть требования, указания. О чем стоит помнить рыбалову-любителю, чтобы не повстречать людей в погонах и не получить? Ну, понятно, там два с половиной года не получат, но штрафы 5-10 вполне могут. Ну, значит, смотрите, у нас в этом году, в прошлом уже, да, в 2018-м, к Новому году вышло два основных закона, регламентирующих рыбную ловлю в нашем Волжско-Каспийском бассейне. Мы относимся к нему. То есть, первое, это правило рыболовства по Волжско-Каспийскому бассейну. Второе, это поменялось такса за рыбу. То есть, сразу говорю, что такое такса. Такса, это штраф за рыбу, который не попадает в размеры и регламенты, описанные в правилах. Значит, какие основные изменения, ключевые, о которых стоит помнить нашим рыболовам при выезде, как бы, на близлежащие водоемы? Первое, основное, что ввели и за этим следят строго, это суточная норма вылова. То есть, на одного человека по Нижегородской области разрешается в сутки ловить до 5 килограмм леща соответствующего размера, не менее 25 сантиметров. То есть, все, что меньше, должно быть незамедлительно отправлено обратно в водоем. То есть, сразу на рыбалку нужно идти с весами и линейкой? Да. То есть, и более того, практику это переняли еще в прошлом году в Астраханской области. У нас за это очень серьезно людей наказывали. Вплоть до отправления транспорта на штрафстоянку. Значит, второе из основных ограничений у нас в судак разрешен лов не более трех экземпляров. Размер судака по Нижегородской области разрешенный к вылову от 40 сантиметров. Значит, на эту тему буча идет в интернете дикая битва, что вот ходят так называемые, как рыбники в народе называют, да, рыбнадзор. И там штрафуют пенсионеров на горе-море. То есть, к линейке и весам добавляем справочник, чтобы понимать, что ты поймал? Нет, на самом деле, как бы человек, который активно занимается рыбалкой, то есть, он прекрасно может любую рыбу основную идентифицировать. Опять же, он идет за конкретной рыбой всегда. То есть, только начинающие любители обычно едут порыбачить. Либо человек просто едет отдохнуть. То есть, ему не важна рыба, ему не важно, сколько он ее поймает, как и чего. Он, может, ее вообще не поймет. Он едет отдыхать на природу. А рыболов, который идет целенаправленно уже на рыбалку, он, естественно, знает, зачем он идет, за какой рыбой. Ну, во всяком случае, он будет пытаться ее поймать. Соответственно, как бы, правило, ну, вот давайте немножко, да, по регионам, по близлежащим пробежимся. То есть, Владимирская область аналогично по основным запретам. Значит, Рязанская область добавляется щука, не более пяти экземпляров. Мордовия осталась у нас, наверное, современно еще советского периода. То есть, у них правила не менялись еще с тех пор. То есть, единственное, что добавилось, я говорю, это вот ограничение в пять килограмм леща. Ну, вообще, в пять килограмм рыбы, как бы, поймены. Единственное, у нас не регламентируется везде, ни в одной области, не регламентируется платва, ерш, окунь. То есть, эта рыба считается массовой, и рыба, в общем-то, с гастрономической точки зрения, она считается сорной. Поэтому, как бы, ее, и она очень много плодится быстро, ее не регламентируют никогда. Лови сколько хочешь. Да, то есть, ее можно прям вот такими садками, что, кстати говоря, при определенном правильном подходе, небольшая проблема. Понимаете, срок рыбы. Значит, по штрафам. Штрафы выросли в декабре восемь раз. Да, то есть, если до декабря месяца прошлого года у нас штраф за судака составлял 250 рублей, то есть, ну, вырос, скажем так, от восьми до пятнадцати, в зависимости от рыбы. Это за факт нарушения или за каждую рыбу сверху? За каждую рыбу, за каждую голову рыбы, которая поймана с нарушением. То есть, как бы, сейчас немножко расчет базовый, да, приведу. То есть, с этого года, с января месяца у нас штраф за судака составляет 3306 рублей. За одного? За одного. За одного года. Значит, по стерляде, то есть, это у нас отдельная битва всегда на все времена, то есть, люди хотят стерлиться, они хотят ее ловить, ее ловить нельзя, они ее прячут, там, ну, всякое бывает, да. А стерлядь в этом году стоит у нас 4896 рублей. Вот, то есть, мне кажется, проще за полторы тысячи пойти и купить в магазине. Вот. Значит, по остальным видам рыб тоже, естественно, выросла. Касательно икры, икриной рыбы. Во-первых, за икру идет штраф аналогичный, то есть, по килограммам, я не помню, по черной икре, сейчас не придумаю, опять же, у нас в группе, я выкладывал все эти документы. Вот. Но помимо штрафа за икру, который, ну, он ощутимый, скажем так, вот, весьма ощутимый. То есть, там, ну, при средней рыбе икриной пойманной, стерлядь и той же самой, то есть, штраф чисто за икру выйдет, ну, где-то, наверное, тысяч под 12-13. К ней добавляется, естественно, голова рыбы. Вот. То есть, как бы к этим 12-13 за икру мы добавляем еще пять за, собственно, самый экземпляр. То есть, бегать, ну, кто-то бегает, кто-то ловит, кто-то пытается, ну, я считаю, что, в принципе, если ты едешь на рыбалку, как я уже говорил, мы едем на рыбалку отдыхать, вот, а не прятаться, биться там и так далее. Федор, у нас осталось не так много времени, давайте поставим точку в вопросе с сетями. Можно, в принципе, ими ловить? С сетями ловить нельзя. Вообще? В принципе, это непреложный факт, и он был всегда, значит, уже восемь лет в правилах рыбаловства по ворско-каспийскому, во всяком случае, бассейну, по всем южным бассейнам, да, мы не берем крайний север. Именно южные бассейны и средняя полоса России, первый пункт запрещенных снастей стоит сеть всех видов и типов. Все, без вариантов, а не просто под запретом. Штраф за сеть сейчас от региона к региону составляет от 6 до 15 тысяч, просто за факт ее наличия. Ловить сетями категорически запрещено, более того, из нововведений, которые, может быть, нашим людям поможет не попасть в определенную сложную ситуацию, да, с этого года по Нижегородской и Владимирской области запрещена ловля на оке, на переметы и подпуска. Кто на них ловит, знает, что это такое, то есть это просто предупреждение, штрафуется на уровне, наравне с сетями. То есть, наша, понимаете, основная задача вообще этого закона не наказать людей. Основная задача это дать возможность рыбе воспроизводиться. Для того, чтобы ей воспроизводиться, ей нужно вырастить до определенных размеров. Соответственно, как бы закон рекомментирует минимальный размер рыбы, которую можно забирать. То есть, как правило, он привязан к ее полувозревому возрасту. То есть, когда рыба начинает метать икру, ее можно уже изоматизировать в водоеме. Иначе получается именно та тенденция, о которой мы с вами говорили, да, то есть, что у нас рыбы все меньше, 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 меньше. Причем, когда с людьми на реке разговариваешь, на водоеме на любом они говорят, нет, ну а как так? Да, это же река, а тут рыба куда денется. Вот, когда начинаешь им объяснять, что он не из воздуха берется вообще в реке. То есть, людей у кого-то... Потом это штопором все вниз. Да, да, да. То есть, у кого-то это засаживается. Кто-то говорит, а я и не знал, да. То есть, кто-то говорит, да не может быть, чтобы там стерлили 8 лет было. Я говорю, ну, ребят, ну откройте. Правила рыболовства положат к Каспийскому бассейну. Они, естественно, как любой федеральный закон, они лежат в открытом доступе. Поэтому, как бы, для того, чтобы не было таких неприятных ситуаций, ну, я рекомендую, скажем так, и советую всем нашим рыболовам все-таки взять и прочитать. Раздел, касающийся Нижегородской области, это пункт 30, по-моему, 18. Две с половиной странички. Не так много. Вполне по силам любому человеку. Вполне по силам. Там две таблички. То есть, минимальный размер, запрещенный три. Вот, запрещенная рыба и суточная норма. Все. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с председателем Федерации рыболовного спорта нашего города, Федором Якушевым. Федор, большое спасибо, что согласились прийти. Успехов в вашей нелегкой, но полезной работе. Спасибо вам. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ